Светлана Гентер В Рижском центре здоровья Можумс сегодня оживленно, как всегда. Пациенты в коридоре ждут своей очереди. Как будто о сегодняшней забастовке семейных врачей здесь никто не знает. Стучим в кабинет, оказывается, и врач принимает. Как говорит Юлия Буковска, для неё пациент превыше всего. О забастовке я слышала и сначала думала, что да, я приму в ней участие. Но потом подумала, что впереди и так Рождество, пять дней выходных. Я человек, который уже долгие годы работает с людьми, и мне совесть не позволяет бросить больного в несчастье. Это моя обязанность. Оказалось, что из пяти врачей в этой поликлинике сегодня все решили продолжать работать, за что пациенты им очень благодарны. Я, честно говоря, был уверен, что врача сегодня не будет. Но думаю, рискну и пойду. Всё же у меня этот семейный врач уже очень долгое время. Я её хорошо знаю. Неужели она меня променяет на демонстрацию? И, как оказалось, она была на месте. Я был абсолютно уверен, что доктор Буковска для своих пациентов сегодня обязательно будет доступна. А если бы она не пришла, то я бы её за это простил. Потому что вопросы решать нужно, бесспорно. Жаль только, что пациентов в это втягивают. Так что акция протеста семейных врачей, если не провалилась, то явно собрала не так уж много участников. В ассоциации семейных врачей накануне объявили, что с сегодняшнего дня в стране объявляется трёхдневная забастовка. Семейные врачи недовольны изменениями в системе организации их работы, в том числе новыми критериями качества медиков. Министр здравоохранения Ингрида Цирцина, в свою очередь, уже успела заявить, что подобными акциями врачи сознательно вредят здоровью своих пациентов. Напомним, что несмотря на трёхдневную забастовку, практики семейных врачей всё равно должны быть открыты. В кабинете врачей обязательно должна находиться медсестра или помощник врача, который и окажет помощь по мере возможностей. Пациентов также призывают использовать услуги дежурных врачей, которые доступны по адресам, указанным на экране. Их же можно найти и на интернет-сайте Национальной службы здоровья. Сергей Герасимов, Лена Барриса, Айгерс Ковалевский, Слатвийское телевидение. Главный правозащитник страны говорит ситуациям неоднозначно. С одной стороны, если врачи бастуют, права пациентов ущемлены. А с другой стороны, и врачи имеют право отставить свои интересы. А в рамках закона? Трудно понять уже сейчас вот этот конфликт, потому что в принципе трудно его понять. С одной стороны, министр говорит, что те рекомендации или та критика, которые со стороны ассоциации семейных врачов, и это как бы не его благо пациентов и общества. Ну, мне это кажется как-то очень странно, потому что если там есть конкретные, ну, юридические моменты, нюансы, которые, ну, не в благо, то должна быть и против этого и аргументации сказано, что, ну, какие эти моменты, с которыми не могут согласиться, скажем, правительство или министр с аргументами ассоциации. Ну, тут такая как бы неразбериха, и, ну, кто сильнее, кто ближе к власти, тот и сильнее. Так получается. Ну, вы говорите, что вы хотите, мы все равно будем идти вот этот путь, потому что вы, в принципе, не правы. Я думаю, это как-то очень своеобразно, потому что очень важно брать во внимание мнение профессиональных организаций. В следующем году у многих жителей Латвии истекает срок действия паспортов. В Управлении гражданства и миграции предупреждают на обмен паспорта нужно время. А потому лучше записаться заранее и лучше по телефону, чтобы не получилось так, что кому-то нужно срочно ехать в отпуск или командировку, а паспорт просрочен. Во многих отделениях управления уже сейчас выстроились очереди из желающих обменять паспорта. Как получить новые документы в срок и без лишних проблем, выясняла Галина Сладовник. Все больше и больше желающих обменять паспорта выстраиваются в очереди в рижских отделениях Управления гражданства и миграции. Ажиотаж начался еще в конце ноября, в Чекуркансе в первом отделении сегодня аншлаг. Вот в этом году мы видим под статистикой, что срок годности паспорта истекает 150 тысяч жителей Латвии. Тогда уже в следующем году это будет почти полмиллиона жителей. Так что этот объем увеличился в три раза. И такая ситуация тоже будет в 2014 году и так же в 2015 году. На домашней странице управления есть телефоны, по которым можно записаться заранее. Иногда, впрочем, дозвониться сложно. Тем, кто хочет обменять паспорт в столичных отделениях, надо рассчитывать, что по записи своей очереди придется ждать около трех недель. Сегодня записывают на 10-е, 11-е января. Так что лучше звонить заблаговременно. 12 человек передо мной. Это не так страшно много. А вообще можно по телефону записаться и не ждать. Почему вы не записались? А записывать на 10 января мне надо быстрее. Ну, когда приходил первый раз, чтобы получить, стояли долго, часа два. Сейчас, не знаю, посмотрим, как быстро получим. В Управлении гражданства и миграции обещают, что с нового года ситуация изменится в лучшую сторону. Мы собираемся нанять на работу 74 специалистов по обслуживанию клиентов. Они начнут свою работу с 2 января, но филиалы Риги будут работать по удлиненному графику с 8 до 8 вечера с 7 января. Как говорят в Управлении, менять паспорт не обязательно по месту жительства. Это можно сделать в любом отделении и в любом городе. С собой надо взять старый паспорт. Фотографию сделают на месте. Если паспорт оформляется в течение 10 дней, пошлина составит 20 латов. Если в течение двух дней, паспорт обойдется в 40 латов. Пенсионерам, инвалидам первой и второй групп, а также лицам моложе 20 лет скидка 50%. Если планируется поездка за рубеж, то надо помнить, что срок годности паспорта должен быть с запасом для некоторых стран до полугода. Так что в этом случае следует позаботиться о новом документе заблаговременно. Выборы в местные самоуправления приближаются. До них остается полгода. Поэтому неудивительно, что политики уже скрестили шпаги. Оригинальная идея мэра Риги Нила Ушакова разгрузить улицы от пробок за счет предоставления льгот автоводителям вызвала шквал эмоций его политических противников. Депутат Рижской думы Олаф Пулкс заявил на мэре Риги в бюро по борьбе с коррупцией. Премьер Валдис Домбровский сегодня упрекнул мэра столицы в разбазаривании бюджетных средств и расточительности после того, как Дума приняла бюджет с дефицитом. А самого мэра в предвыборном популизме. Цитата. «Бесплатный проезд будут финансировать столичные налогоплательщики», заявила Домбровский. Ответ Ушакова не заставил себя долго ждать. Цитата. «Стабилизация Домбровскиса напоминает стабилизацию на первом лесном кладбище. Все очень спокойно, никакого кризиса, но и живых людей тоже нет», — сказал Ушаков, комментируя высказывание премьера. «О том, что Рига живет непосредством. К сожалению, мы будем финансово поддерживать и правительство, которое в 2013 году украло у Рижан 14 миллионов латов. Если бы не действия правительства, столичный дефицит был бы наполовину меньше», — парировал мэр Риги. Между тем, водители теперь уже законно продолжают в снегопад ездить в общественном транспорте бесплатно. А вот главный правозащитник страны сегодня уже не так категоричен, как ранее, когда он заявлял, что бесплатный проезд автоводителей в снегопады дискриминирует остальных пассажиров. И все же омбудсмен пока не видит реальных изменений на дорогах после подобного решения Рижской мэрии. Не было понятно юридической фактуры, не было понятно, как, какими ресурсами, я думал, юридическими ресурсами, какими инструментами достигнута эта цель. Потому что наша главная задача, моя как правозащитника, смотреть, чтобы чьи-то права не были ущемлены. И это самое главное, что я выразился и сказал. Ну, сейчас есть нормативная база. Насколько я понимаю, вчера Рижская дума приняла какие-то поправки. Но свой еще, ну, как бы, ответ или мнение насчет этих поправок должно давать и ответственное министерство. Это с точки зрения юридической стороны. Ну, а если мы говорим чисто финансовый и то, что с бюджетом связанное, то это уже, наверное, госконтроль. 46-летний мужчина, подозреваемый в нанесении ножевых ранений шестерым жителям Олайна, по решению суда сегодня арестован. С Утрешского района дал санкционный его арест. Правда, адвокат подозреваемого намерена обжаловать решение суда. Ее клиент своей вины не признает. По словам адвоката, мужчина является безработным. Напомню, 16 декабря в период поздно вечером в открестностях центральной улицы Олайна, улиц Земглас, а также улицы Зейферта, было совершено нападение на двух женщин и четверых мужчин. Предполагаемый мотив – ограбление. Но следствие продолжается. Человек, которого вечером в понедельник задержали по подозрению в нанесении ножевых ранений, ранее был судим за кражи. А в момент совершения преступления не был под воздействием алкоголя, лекарств или наркотиков. У него также нет психических отклонений. Более 20 миллионов латов убытков запланировало на следующий год предприятие «Рига Сатексма». В свою очередь, увеличение доходов планируется на 15%, до 104 миллионов латов. Общественный транспорт принесет в казну компании 31 миллион, 4 миллиона – автостоянки, и 69 миллионов – поступит из бюджета Рижской думы. Сотни грузовиков ждут очереди на въезд в Россию на пропускном пункте Бурачки-Себежской таможни на федеральной трассе «Рига-Москва». Перед пунктом пропуска Бурачки-Терехова накануне рождественских и новогодних праздников ежегодно скапливается большое количество грузовых машин. Пограничники предупреждают – резервы пропускной способности данного участка границы в настоящий момент исчерпаны. Пункт пропуска работает на максимуме своих возможностей. Акция телефона доверия для детей и подростков «Доверься, тебя услышат и поймут» пройдет 25 и 26 декабря. Телефон 116-111 будет работать с 11 до 22 часов. Как показывает опыт работников службы доверия, именно в Рождество многие люди, особенно остро, воспринимают свои проблемы – одиночество, непонимание, отчужденность. Поэтому им важно получить психологическую поддержку. Галина Солодовник, Латвийское телевидение. Государство по решению суда должно выплатить отстраненному мэру Венспилса Айверу Лэмбергу компенсацию более 7 тысяч латов. Хотя сам политик требовал миллион. Однако ответственные лица уверяют, что в казне нет средств выплатить и 7 тысяч. В итоге выплаты ущерба отложены на январь. Тему продолжит Сергей Герасимов. Так называемое дело Гринбергса начали еще в 2005 году. Тогда мэра Венспилса Айверса Лэмбергса обвиняли в злоупотреблении служебным положением. Ему грозило до 8 лет тюрьмы. Однако суды трех инстанций, вплоть до Верховного, его полностью оправдали. После чего в суд на государство подал уже сам Лэмбергс с целью возместить моральный ущерб и судебные сдержки. Ныне отстраненный мэр Венспилса считает, что дело было политическим заказом тогдашнего министра экономики Кришьяниса Каринша. Суд постановил компенсацию Лэмбергсу выплатить ни много ни мало 7257 латов. Я предложил генеральному прокурору, чтобы они мне извинились, и тогда я от государства ни одной копейки не прошу. Они на отрез отказались извиняться мне. Но оказывается, у государства при 4,5 миллиарда лад бюджета, нет, несколько тысяч лад, чтобы все за свое издевательство надо мной заплатить компенсации какой-то символичной. Ну, конечно, есть деньги, но какие нет денег? Ну, что вы, ну, что вы, ну, я даже, я так и деньги могу найти. Как говорят в Минфине, средства на непредвиденные расходы, из которых должны выплатить компенсацию Лэмбергсу, в этом году уже исчерпаны. Так что свою компенсацию остраненный председатель Венспилской думы получит лишь в январе следующего года. Генеральный прокурор Майзи, который благословил, и прокурор Лэй, который продвигал это дело, и КНАП, который это дело продвигал. Они же эти должностные лица Лоскутова ни одной копейки не заплатят, вы понимаете, вот в чем, вот в чем несправедливость вообще-то. Вот почему вы и другие телезрители должны платить за то, что они, значит, занимаются политическими делами против Лэмбергса. Отметим, правда, что изначально Лэмбергс требуло взыскать в государство 1 миллион латов. Получит же лишь чуть больше 7 тысяч. Но, как отмечает отстраненный мэр, на его семейный бюджет эта сумма повлияет мало. Сергей Герасимов, Латвийская телевизия. По итогам опросов покупателей, 40% жителей на Рождество хотели бы получить особенные, уникальные подарки, сделанные своими руками. А больше половины опрошенных планируют купить праздничные сюрпризы в магазинах или на рождественских рынках. Тему продолжит Михаил Козлов. Большинство жителей Латвии планируют встретить Рождество дома в кругу семьи. Латвийцы говорят, что в празднике, во-первых, должен быть богато накрыт стол, и, во-вторых, очень важно поздравить своих родных и друзей какими-то подарками. Все зависит от вкуса и человека, которому даришь подарок. Что-то хорошее, приятное надо подарить любому человеку. От души и сердца самодельные. Почти 40% латвийцев планируют потратить на подарки до 50 латов, а треть опрошенных считают, что нужно и вовсе тратить не более 20 латов. Как обычно, там конфеты, всякое сладкое, тоже, ну, какие маленькие подарки. Я не собираюсь там очень много тратить на рождественские подарки, потому что это, ну, большой маркетинг. Треть латвийцев считают, что прошедший год был удачным, и поэтому в этом году на новогодние рождественские подарки они выделяют не менее 50 латов. Что-нибудь шерстяное, носки шерстяные, валенки уже можно дарить сейчас. Ну, а самое главное, это чтобы человек был доволен этим подарком, именно кому даришь. Ну, и тот, кто дарит, тоже должен быть доволен этим подарком. Результаты опроса жителей Латвии показали, что украшения — это самый бесполезный рождественский подарок. Также неудачными подарками является гель для душа и мыло. Большинство респондентов мягкие игрушки тоже считают бесполезными подарками. Михаил Козлов, Юрий Сритенш, Латвийское телевидение. Защитники животных призывают хорошо подумать, прежде чем дарить своим близким и друзьям в подарок домашних животных. Лучше уж подарить билеты на концерт или в театр. По крайней мере, никто от этого точно не пострадает. И хотя любой подарок, сделанный от всего сердца, хороший сюрприз в праздник, домашнее животное может порадовать далеко не всех. А в итоге несчастное существо может просто оказаться на улице. Как это часто бывает после праздников, сокрушаются защитники животных. Чтобы такого не произошло, прежде чем дарить друзьям кошку или собаку, лучше заранее заручиться их согласием, чтобы потом не было проблем ни у людей, ни у подаренных им животных. Дарить животных в Новый год и Рождество – это разумно? Нет. А если он не хочет? Думаю, совсем нет. Животных нельзя дарить. Ты ведь не знаешь, справится ли новый хозяин. Это большая ответственность. Не люблю, когда мне дарят животные или другим дарят. Тоже это большая ответственность. И всякими маленькими детьми тоже я считаю неправильно. Так что оно, когда поиграет, поиграет и забрасывает, и это, думаю, что неправильно. По информации Министерства экономики, за 11 последних лет население Латвии сократилось на 300 тысяч человек. Из них 213 тысяч уехали за границу. По прогнозам Министерства экономики, к 2030 году в Латвии может появиться 120 тысяч вакантных рабочих мест. Уже разработан план по возвращению соотечественников. Но президент Латвии Андрис Берзинч заявил, что единовременные пособия не вернут домой из эмиграции уехавших на заработки соотечественников. Звать их домой, конечно, можно, но только, когда появятся рабочие места, сказал президент. Он считает, что большинство уехало из Латвии потому, что со своей квалификацией за границей они могут зарабатывать намного больше. Поэтому в данной ситуации даже деньги на обратную дорогу в Латвии не станут достаточной мотивации для возвращения людей. Я считаю, что в данном случае никакие пособия и подъемные не помогут. Это не решение, говорит президент. Но то, сколько эмигрантов из Латвии могло бы вернуться домой в ближайшие 5-10 лет, зависит от того, как ситуация в стране будет развиваться дальше, отметил президент. День мигранта в этом году в Латвии отмечается впервые. И хотя в последнее время больше говорят о покидающих страну латвийцах, в нашу страну приезжают работать и из-за рубежа. Кто выбирает Латвию второй родиной, об этом репортаж Галина Сладовник. Когда приехал в Латвию, чувствовал себя странно. Здесь мало темнокожих людей, говорит Эльхун. Парень родом из Таджикистана. В Риге уже пятый год. Учится на предпринимателя в Рижском техническом университете. Почему выбрал именно Латвию, очень уж приглянулись фотографии нашей страны. Когда ехали сюда, думали, ну, едем в страну, похожую на Америку. Да, но приехали, поняли, что это не Америка, но все равно хорошее место, чтобы жить, учиться. В будущем Эльхун планирует развивать бизнес между Латвией и Таджикистаном. До приезда в нашу страну нигерийский парень Стэнли успел поучиться на Украине, а заканчивает свое образование уже здесь, по специальности менеджмент. Хоть Латвия ему и нравится, оставаться у нас он не собирается. Миграция – естественный процесс, который происходит во всех странах, говорит Мирослава, представляющий организацию и убежище «Надежный дом». И Латвия – не исключение. Причины для переезда у людей могут быть разные. Кто-то бежит от войны, кто-то ищет работу, а другими движет желание узнать чужую страну поближе. Совсем недавно была опубликована статистика о том, что на сегодняшний день на территории Латвии существует около 150 различных национальностей. Государству для того, чтобы считаться мультинациональным или культурным, необходимо иметь в своем составе более 50 наций. То есть мы смело можем называть сегодняшнее латическое общество мультикультурным. День мигранта отмечается в мире с 2000 года. Но в Латвии впервые. Идея – дать возможность ближе пообщаться с представителями других национальностей и культур, узнать традиции. Ведь именно так разбиваются стереотипы. Как говорят опросы, в Латвии довольно негативно относятся к мигрантам. Более 40% опрошенных ни при каких обстоятельствах не допустили бы их массовый приезд в страну. И только 30% считают, что приезжие приносят стране пользу. Отношение местного населения к мигрантам зависит и от нас самих, говорит Эль Хом. Если подойди к человеку с улыбкой и доброжелательно, то и тебе в ответ улыбнуться. Галина Сладовник, Юрий Сритинш, Латвийское телевидение. Согласно предварительным результатам подсчета голосов, президентом Южной Кореи стала 60-летняя Пак Кынг Хэ. Из правой партии сын Нури. Согласно имеющимся данным, пока что она побеждает с незначительным отрывом, набирая чуть более 51% голосов. Если победа действительно достанется ей, то Пак Кынг Хэ станет первой в истории страны президентом женщины. Соперником дамы, напомним, является Мунджи Ин, сын перебежчика из КНДР. Власти американского штата Юта арестовали 11-летнего мальчика за то, что он принес в школу оружие. По словам ребенка, пистолет ему был необходим для самозащиты в случае повторения событий, произошедших на минувшей неделе в городе Ньютаун, где 20-летний преступник расстрелял в начальной школе 26 человек. Прибывшие в школу сотрудники правоохранительных органов обнаружили в рюкзаке у мальчика незаряженные пистолеты и патроны. Суд во французском Марселе приговорил психиатра к одному году условного заключения за убийство, которое совершил ее пациент. Вина психиатра Дэниэль Конорелли, по мнению судьи, заключалась в том, что она допустила ряд ошибок при лечении своего пациента. Врач не заметила, что больной представляет опасность для общества и не поместил его под особый надзор. В результате тот убил топором 80-летнего сожителя своей бабушки. Сергей Герасимов, Латвийское телевидение. Снова к событиям в Латвии. Музей природы сегодня чествует 100-тысячного посетителя. 100-тысячного посетителя музея природы сегодня встречали под музыку фанфары и звуки флейты. Счастливыми обладателями семейного билета в музей природы на весь следующий год оказалась семья Рихарда. Рихард рассказал, что в музей природы заглядывают редко. Однако сейчас будет грех не посетить каждую экспозицию. До конца декабря здесь проходит выставка деревянных изделий, сделанных латвийскими предприятиями. Здесь и деревянные санки, и всем знакомая лошадка. Детям разрешается не только посмотреть, а также поиграть с игрушками, прокатиться на деревянном велосипеде. Михаил Козлов, Юрий Стритенш, Латвийское телевидение. Но рождественским украшением может стоять не только елка. В этом сегодня убедились посетители одного из столичных супермаркетов и наш корреспондент. Пузурис – национальное рождественское латышское украшение. Раньше его мастерили, чтобы защитить дом от нечистой силы. Он служил своеобразным амулетом. И делали его из 12 соломин. Каждой соломинкой обозначали месяц года. Начинали с января и заканчивали декабрем, когда соломенная игрушка приобретала объемную форму ромба. Мастера поделились советом, как создать традиционный латышский пузурис. В это новогоднее украшение нужно вложить добрую энергию, которая согреет в холодный зимний вечер. Раньше пузурс считался символом солнца. Его делали в качестве амулета. В создании этого украшения в Риге мог поучаствовать любой. Элина и Занда уже второй день подряд делают соломенные ромбики. Говорят, что это совсем не трудно. Нужно лишь немного терпения и достаточно много материала. Сейчас мы создаем лишь декорации для огромного рождественского украшения. Вы можете видеть, из каких частей составляется пузурс. Солому для рождественских украшений нужно собирать еще летом. Организаторы акции обещают, что их новогодний пузурис – самый большой, когда-либо собранный в Латвии. Он состоит из сотни маленьких соломенных ромбиков. В общем, вся инсталляция превышает 2 метра в высоту и 1,5 метра в ширину. Михаил Козлов, Юрий Стриденч, Латвийское телевидение. Ну что ж, самое время приступать к украшению своего дома. О спорте и погоде после рекламы. А я с вами прощаюсь. Всего самого доброго.